Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Место, где мы Стоять будем Смотрите, вот мы здесь находимся А вот здесь Вот здесь Вот это уже Казахстан То есть, в 3 километрах где-то уже казахская граница. Остров Лебяжий. Так вот, в общем. В общем, мы от Казахстана, дай бог, если... Ну, что-то тоже Казахстан. Да, да, да. В 3 километрах, да, ребят. Вот Казахстан, вот это уже казахская граница. Граница проходит вот здесь, вот по реке, посередине. В нейтральных водах мы вот здесь и ловили уже. Ребят, слышите, я не знаю, что это за птица, но это классно, как барабан. Слышите? Классно. Вот в таком месте мы... Вон Мишка, вот Шерп, вот мы. Здесь мы будем сегодня ночевать. Может, вот туда будем вставать, вот тут базу сделать. Смотри. Здесь вроде посуше. Оу. Почему? И что? На острове там? Да, на острове, значит. А, ну, в принципе, да, вон там бережок, сейчас сплаваем, посмотрим, что за бережок. Вон, видишь? Да, вижу. И обзор с него нормальный такой. Через кустики зашли, туда раз заедут. Да, да. Так что вот так, ребята, вообще на острове было ночевать. Здесь потому что все-таки подзагажены так. Ну, здесь, да, хорошо, не грязи, ничего. Сухо, мы сейчас туда съездим, посмотрим, как там. Если что, там обоснуется, значит. Ну, что, в любом случае, поедем, проверим. Как что сделать, лучше будет. Вот такой у нас чумазан. Глина здесь. Глина, ребят, лютая. Вот здесь брызговички надо сделать будет. Вот сюда, вот тогда это все не будет лететь вверх. Да, Мишаня? Брызговички, говорю, надо. Сюда брызговики надо. А что у нас на крыше там забрасывать? Конечно, у нас уж на крыше шлак. Она его что, по прямой поднимает, так, тюм, и закидывает. Мы, как обычно, в фирменных сапках наших вездеходных. Да. Я предлагаю, иногда это птица, птица, молоток. Барабан. Барабан. Как будто эти, знаешь, вот по этим бамбуковые такие вот. Как она, клавесинка называется? Не знаю я, короче, как называется этот инструмент. Ну что ж, поехали на тот берег. Проверим, как там, что там, с чем едят. Птица. Включается. Листья тоже по травке. Вот здесь трава прямятая. И вот прямятую травой сразу налево. Смотрим, может чуку увидим. Бина здесь такая жирная, что даже с колес не смываются в воде. Здесь такая жирная бина, что они жарят картошку. Да. Ну что, ребят, вот мы сейчас будем расставлять кружки. Мишка пошел уже на исходную. Вот так плаваем. Рака поймали, ребят. Ха-ха-ха-ха. Не успели опустить, рак цапнул. Ха-ха-ха. Может, мы еще раков наловим здесь. Ну-ка, дай его. Дай его сюда. Вот сюда пусти. О, ребят. Смотрите, какого. Он просто за леску схватил. Ха-ха-ха. Я еще раз заброшу. Может, там. Какого мы рака поймали. Ха-ха-ха. 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 Может, их тут валом. Слушай, на березный поводок очень большой рак плюет. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ай, ай, он меня щипает, зараза. Ха-ха-ха. О, какой страшный. Давайте его отпустим. Оп. Беги рак. О, он прикольно так поплыл. Вот, ребят. Плывут кружки наши. Смотрите. Они с флажками. Сигнализируют флажком, как и зимой на жерлице. Как-то так. Да, потихоньку они, видишь, уходят туда. Или нас относит ветром. А мы, смотри, как прикольно можем. Раз, объехали. Встали на воду, и ветром нас сносит. И кидай спиннинг. Вот туда вот уехали. Встали. Вот туда вот уедем, ребят. Встанем. У нас будет ветром сюда нести. Здесь, видать, течение настолько слабое, что это самое. А я крайне открою. У меня перестали раки бывать на мороз. Ха-ха-ха. Если кирить полезно. Уехать на мороз. Мишка рака поймал, а больше не клюют. Да. Вот так я устроился в водке рыбать чуть-чуть. Что делать? Рыбачить. Мишка тоже рыбачит. Ну что, или разъехаться, чтобы ты в одно место не кидал, Мишка. Чуть-чуть отъезжать, наверное, надо. Ребят, посмотрите, какая вода прозрачная. Смотрите, вам все видно. Раков на дне видно. Да, тростник здесь, конечно, растет лютый. Киренозем-то тут не слабый в ереках. Ну что, поставили последнюю постовуху. Мишка ставит и пойдем посмотрим, что можно придумать с лагерем, как что-то встать. Спать хочется, может, и покебарить будет пару часиков. Почему нет? Ребят, Мишка поставил кружок с лайком. Вы тоже ставьте, не забывайте. Это, как минимум, не только полезно, но и приятно, потому что YouTube смотрит за этим и смотрит, что видео вызывает какие-то эмоции. Неважно, положительные или отрицательные, но вызывает. Просто на холостом ходу. Глуши мотор, сливай бензин. Пойду я сейчас спиннингом махать. Вдруг что-нибудь поймаем. Сюку какую-нибудь. Поставлю сейчас Атом. Атом Н. от компании Русская Блесна. Что ж, давайте попробуем. Такой у нас Блесны еще нет в коллекции. Покажите нам волнообразные движения, сложные. Ну да, вот она, посмотрите, как играет, переворачивается постоянно. Вот, хоть, 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 интересно, да. Игра достаточно интересная. На медленной проводке, то есть... На остановке тоже интересно играет. Так, раз. Давайте попробуем кинем. Вот, ведется очень медленно. Кажется, даже эта проводка уже для нее быстрая. Надо попробовать еще медленнее вести. Сейчас. Хорошо для не сильно активной щуки, наверное. Потому что ей меньше надо тратить энергии для того, чтобы догнать Блесну. Ну, и она все-таки, да, старается послабее рыбку схватить, чтобы сохранить силы. Вот такая вот медленная-медленная проводка получается. Мишаня, а знаешь, что, попробуй-ка отойти, а. Сможешь? Потихоньку просто оттолкнись от берега, чтобы. И так, ребят, приплываем. И так, ребят, приплываем. Присесть. Чего-то спинка у меня. Говорит, хозяин, жаль, зачем тебе эта рыба, зачем тебе столько? Я отвалюсь, скорый говорит. Спина моя. Да, устала вынимать. Ребятки, хорошие новости. Вот сейчас смотрю в бинокль и вижу, что один кружок у нас сработавший. Да, вот он прям крутится. Видно, что была сработка на нем. Что ж, поедем, съездим, проверим его. Поедем, проверим. Будет интересно, я думаю. Что-то там хорошее взяло в траву, затащило его. Все, ребята, едем на сработку. Уил, 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 спецтранспорт. Надо не забывать, что у нас на крыше прикреплен спиннинг. Оставил бы немного разводки, был бы троллинг. Раз кружок, два кружок, три кружок, пять я видел. Ничего, сработка была. Резка туда ушла у нас. Резка туда ушла, да? Давай назад, сразу назад. Есть что-то, нет? Не чувствую пока ничего. Не, вроде ничего. Надо же просто железки. Железки. Что-то там есть. Что-то там есть. Да, 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 вот. Вот уже там. Да, вот, вот уже там. Ха, ребята. О-хо, вот это окунел. Вот это окушок. Вот это окушок, ребятки. Закидываем его сюда. Добрый, добрый. Вот это окушок у нас взял. Класс. Классно, да. В пиявках есть. Посмотрите, стоят окуни. Это пиявка, ребят, не глисты, ничего. Это на нем вот, прям вот видно, прицепилась к глазу у него пиявка. Ну, видать, только просыпается рыба. Начинает активничать, да? Да. То есть, в принципе, можно поискать здесь окуня хорошего. Да. Ну, он есть. Он есть. Прекрасно. Я смотрю, по ощущениям. Ну, вот такой окушочек. Ну, что, до того пойдем сходим. Ну, что ж, отлично, с почином нас. Как видите, кругложерлицы работают. И мы, проведя еще несколько испытаний, будем думать, как запустить их в серию, для того, чтобы они могли и вас радовать тоже. Все могли получать удовольствие, а не только мы. И, чтобы был один набор для зимы, лета. Ребята, ну, посмотрите, какой. Разве не красавец? Красивый, красивый. Такой, грамм 600. Значит, только он здесь есть, его надо ловить. А там заудили, где бы готов его там сварить. Там и до река идет. Вот здесь возливчик такой мелкий, где щука может стоять. Нет, правда. А мне казалось, что он где-то вот здесь. Мало глубины. Да. Уже может. Да, да. Зачем? У них огромные такие бывают. Вы знаете, всплыли какие колючки вот с деревьев, вот какое-то дерево. И у него вот такие вот колючки. Очень острые, ногу прорастечь просто. Легко и просто. У нас, ребят, сработка. У нас сработка. Что, давай выбираемся отсюда, туда на тот берег. Куда-нибудь уже, подожди, сейчас я соберу. Или вот сюда, не, сюда проскочим. Давай, давай лучше прямо и налево. Здесь очень жижистая. Вот, ребят, какой красавчик. Попался. Ну вот, с ногу. Вот, от хвоста. Больше моей ноги. Вот такой окушок взял. Неплохо. Если бы такие ловились, раз в час до попитку. Да. На копчуху-то. Ого-го. Слушай, вот на негде такие ловились. Ребят, в половоде уровень воды поднимается вот выше моего роста. И у деревьев растут вот такие вот корни. Они похожи на волосатые деревья. То есть, за время половодия у них отрастают вот такие корни. Вот такие вот. Вот такая вот здесь в половоде, такая высота подъема воды. Это все будет залито. Все, 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 все. Все будет под водой. Будет рыба не реститься. Будет икру развешивать вот на эти волосы. Тереться будет. Целые кусты будут дуном ходить. Чушки будут такие здоровые. Не реститься, все это вот. Хорошо летает блесна. Где? Где-где-где? А, вижу-вижу. Ребят, все еще одна сработка. Примерно вот там же в русле. Вот видите, прямо. Флажок отстрелился. Да, там можно по берегу прям ходить. По снегу. Если там все парик сейчас у нас, мы можем все остальное собрать и перенести сюда в русло в речку. Там поглубже, может и рыба там. Ну да. Давай съездим. Спиннинги положим просто здесь. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь. Нажми на кружок. Спасибо. Пока. Пока.